И даже несмотря на появление камер видеофиксации, умных светофоров и прочей современной техники, организация дорожного движения без участия инспекторов ГИБДД невозможна. Ведомство начинает свою историю 3 июля 1936-го. Сейчас это особая дата для сотрудников госавтоинспекции. Профессиональный праздник отмечают люди в погонах. Коллеги, ваша служба требует высокого профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества. От оперативности принимаемых решений, четких и грамотных действий, зависит безопасность на наших дорогах. Являясь одним из основных звеньев в органах внутренних дел, госавтоинспекция области достигла определенных успехов в служебной деятельности. Только с начала этого года сотрудники ведомства выявили более 500 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано полторы тысячи водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Госавтоинспекторам удалось раскрыть свыше 180 преступлений. Убежден, что личный состав подразделений будет и в прежде защищать законы и права интересы всех участников дорожного движения, оберегая жизнь и здоровье наших граждан. В этот день особую благодарность хотел бы выразить ветеранам госавтоинспекции за тот вклад, который они внесли в обеспечение безопасности на дорогах и продолжает оказывать неоценимую помощь в решении стоящих переслуживших задач. Александр Ковальков проработал в ГАИ почти 30 лет. Сейчас возглавляет совет ветеранов госавтоинспекции. Когда-то сам выполнял служебный долг на подобной копейке. Мы начинали работать. У нас карандаш, линейка, счеты деревянные, бухгалтерские. Сейчас госавтоинспекция оснащена по последнему слову. Но и требования, конечно, возросли. Тут надо отдать должное. Кстати, сегодня в Пензенской области официально была зарегистрирована организация, которая объединяет ветеранов госавтоинспекции. Сейчас в управлении ГИБДД несут службу более 700 человек. В честь праздника особо отличившиеся из них получили благодарности и почетные грамоты.